Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале Здоровая Еда. И сегодня я вам хочу рассказать про свой опыт использования фунгицидов, таких как триходерма и фитоспорин. Я расскажу вам свои мысли, стоит ли их использовать при выращивании микрозелени. Фунгициды – это вещества, которые используются для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян, с целью освобождения их от спор паразитных грибов. Фунгициды бывают биологического происхождения и химического. К химическим веществам с фунгицидной активностью относятся сера, именно поэтому на больших производствах используется такой метод, как окуривание, где помещение полностью закрывают, поджигают серную шашку и сера полностью убивает всю патогенную флору на ферме. А также, наверное, самым известным популярным неорганическим веществом для борьбы с плесенью у тех, кто выращивает микрозелень, является перекись водорода. Про перекись водорода мы поговорим чуть позже, сейчас же давайте рассмотрим те фунгициды, которые у меня есть в наличии. Один из первых препаратов, которых я использовал, это был фитоспорин М. Он в своем составе содержит живые клетки и споры, такой бактерии, как Bacillus subtitlus. Продается он в разном виде, как в жидком, так и в сухом. В жидком виде он уже готов к использованию, а в сухом его необходимо добавить в воду, подождать пару дней, чтобы бактерии проснулись, и его можно уже использовать. Если верить инструкции, фитоспорин М помогает для лечения и профилактики грибных и бактериальных болезней, фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистые росы, черной ножки и других видов заболеваний. Я же его использовал при появлении небольшой плесени в корневой зоне, микрозелени. И как показала практика, толку от него было немного. Следующий препарат, который я использовал для борьбы с прикорневой гнилью, был триходерма, который в своем составе содержит споры грибов, триходерма, вериды. Опять, если же верить инструкции, данный препарат помогает от корневых гнилей, черной ножки, сосудистого и слизистого бактериоза и серой гнилью. Данный препарат также необходимо развести водой и дать постоять ему пару дней, чтобы бактерии проснулись, активизировались, начали свою работу. Использовав данный препарат на зараженную плесенью микрозелень, данный препарат себя никак не проявил, плесень как была, так и осталась. И я понял, что в принципе толку от него нет. Затем в поисках действенного фунгицидом, мною ради экспериментов, были куплены такие препараты, как гликалдин и алиарин-Б, которые в своем составе содержат также триходерму и бацилу субтитлос. В итоге, как показала практика, эти препараты были тоже бесполезны с заражением, которые появлялись на семенах. Выход был найден, мне пришлось поменять семена на другие, и проблема исчезла. Подводя общий итог по этим препаратам, они показали себя бесполезными, но опять же я сейчас не хочу говорить именно про существующие бактерии, помогающие в борьбе с патогенной фитофторой, но вот именно эти препараты бесполезны. А вот сейчас давайте вернемся к перекиси водорода, и именно она помогала мне заглушать рост плесени на семенах, но полностью уничтожить ее она была тоже бессильна. Перекись водорода я покупаю концентрированную, затем разбавляю ее водой до 3% и добавляю в опрыскиватель примерно 50 мл на 1,5 литра. Ребята, помимо YouTube-канала, я веду еще блог на своем сайте здоровоеда74.ру, где я делюсь своим опытом о том, как начать выращивать микрозелень, как собрать свой стеллаж, как вырастить ту или иную культуру, а также у меня там есть небольшой магазинчик, в котором можно заказать полезные товары для выращивания микрозелени на гидропонике. Поэтому, друзья, заходите, почитайте, возможно, что-то найдете для себя интересное. Ссылка на сайт будет в описании. Сейчас давайте я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы минимизировать возможности заражения вашей микрозелени патогенной флорой. С самого начала нужно сделать хороший обдув зелени. Для этого мы устанавливаем вентиляторы на каждый этаж. нашего стеллажа. Видео про установку кулеров на стеллаже у меня уже есть на канале. Если вы его не видели, то посмотрите. Ссылка сейчас появится. Затем необходимо сделать вентиляцию, то есть принудительный отток и приток воздуха на нашу ферму. И вдобавок ко всему желательно поставить еще большие вентиляторы, которые бы полностью перемешивали весь воздух, который находится на ферме. Тогда воздух не будет застаиваться, он будет перемешиваться, и вероятность заражения в наших лоточках с микрозеленью будет минимальна. Вдобавок для уничтожения патогенной флоры я использую вот такой вот озонатор, который купил на Алиэкспрессе. В принципе купить его можно и в любом другом магазине. Данный озонатор имеет таймер, включается он на 30 минут. За это время он полностью уничтожает те патогенные бактерии, которые находятся в баке с водой. Однако неудобство этого озонатора состоит в том, что его необходимо вручную включать и выключать. Поэтому в дальнейшем я планирую подключить вот такому тролле времени, задать ему время включения и выключения, чтобы все работало на автомате. Вдобавок к озонированию воды я еще провожу озонацию воздуха. Для этого я использую такую вот озонную лампу. Покупалась она года три назад, когда у нас в ванной завелась черная плесень и в местах где скапливается вода. Включал я ее на протяжении недели по 15 минут в день и таким нехитрым способом нам удалось избавиться от черной плесени. В комнате где я выращиваю микрозелень с помощью этой лампы я провожу озонацию примерно раз в неделю, тем самым уничтожая патогенные бактерии, которые находятся в воздухе. Ну и напоследок я хотел бы вас попросить, чтобы в комментариях вы написали ваш опыт использования данных функинцидов. Возможно, на вашей ферме они работали намного лучше. А также расскажите, какими вы пользуетесь способами профилактики от заражения вашей микрозеленью. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ударяйте в колокол. Всем больших и вкусных урожаев. Пока-пока.